Добрый день, в эфире «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин, и со своим особым мнением сегодня в нашей студии Сергей Мамаев, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, депутат ОЗС, руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в нашем региональном парламенте и выдвинутый от КПРФ кандидат на выбор губернатора Кировской области. Соответствующая информация на сайте областного избиркома ХЕСТ. Добрый день, Сергей Павлович. Они есть на сегодняшний момент, пока мы не испытываем такую проблему, но я еще раз хочу подчеркнуть, тревога такая присутствует. С учетом вчерашней встречи Геннадия Андреевича Зюганова с Владимиром Владимировичем Путиным, насколько мне известно, этот вопрос также был поднятый на данной встрече. И не думаю, что сегодня... А Зюганов что, просил не мешать, простите, собирать коммунистную подпись? Ну, я подробности не знаю, так как я не присутствовал, но данный вопрос, в общем-то, обсуждался. Поэтому, конечно, это тот крючок, на котором сегодня каждый кандидат, который, в общем-то, в определенной степени пойдет, он на выборы губернатора столкнется с этим вопросом. Очень, я бы так сказал, негативном плане, с учетом того, что происходит даже уже сегодня на территории Кировской области. Например, в Кигнурском районе всех депутатов автобусами уже, так сказать, свозили и попросили отдать подписи за временно исполняющие обязанности. Есть материалы, это подтверждающие? Есть материалы, подтверждающие, так сказать. Поэтому и обращение в областную избирательную комиссию с нашей стороны было, правда, в устном порядке, и, в принципе, председатель обещал эти вопросы, в общем-то, взять на контроль. Поэтому, то, что касается наших депутатов, то мы у нас с учетом, в общем-то, даже все, ну, они все подпишутся, но дело в том, что... Наши депутаты, в смысле, от КПР, за вас подпишутся? Да, безусловно. Уже подписываются, процесс уже идет? Подписывается, да. Процесс этот идет, но нам все равно не хватит, так сказать, надеемся на другие политические партии. Сколько надо, простите? 260 где-то, примерно так. Но есть уверенность, что вы все-таки справитесь с этой работой? Есть уверенность, потому что на прошлых выборах в 2014 году, в 2015, когда я шел в Мариел, точно такая же ситуация была. И, в принципе, мы преодолели, в общем-то, этот барьер, который выстроил сегодня, законодатель выстроил на пути, выдвижения, в общем-то, на пост губернатора любого региона. Напомните, до какого момента нужно собрать подписи? До 26 нужно... До 26 июля. До 26 июля. Вам задают, можно так покороче, да, на них отвечать четко. Почему КПРФ не протестовывает закон о минимальном размере оплаты труда в Конституционном суде при наличии в стране более 20 миллионов бедных граждан? Я не знаю, откуда эта сумма, 20 миллионов, она в разных СМИ. Она в разных СМИ по-разному, и в статистических отчетах она даже выше этой цифры. Поэтому, почему КПРФ не протестовывает, единственный момент, который не дает нам опротестовывать депутатам Государственной Думы, это они имеют право, а их сегодня у нас недостаточно. Всего лишь 45 депутатов, поэтому мы... От КПРФ? Да, от КПРФ. Мы не вправе. Если ранее было как раз 92 депутата, этот барьер для нас был, так сказать, преодолимый, поэтому этот вопрос сегодня вот в таком плане. Но то, что тот, кто задал этот вопрос, может сказать, что другие политические партии, это безусловно. Обращаемся к ним, но не всегда депутаты от других политических партий. К оппозиционным? Да, к оппозиционным. К оппозиционным, в том числе и к Единой России. И не всегда они подписывают, в общем-то, эти документы. В большинстве своем присутствует партийная дисциплина и решают это партию. Но даже если объединиться с другими оппозиционными партиями, все равно большинство не будет. Ну, нет, но тот конституционный барьер, который сегодня есть, нам хватит. Если бы объединиться, в общем-то, с ЛДПР, с праведливой Россией в Государственной Думе, то для протестования данного вопроса хватает сегодня, так сказать. Следующий вопрос задает Валерий. Ему интересно, как Вы думаете, Сергей Павлович, какой в партии? В КПРФ или в Единой России больше людей, которые попали под уголовные преследования? Ну, я Вам это точно могу сказать. Я только не знаю, мы на федеральном уровне будем сейчас считать или на местном. Давайте на местном. Даже если на местном или на федеральном, то, естественно, сегодня баланс в пользу Единой России. Хорошо, ответили. Дальше. Ваше поместье, ой, это какое слово, на берегу Вятки, в Советском районе, откуда деньги и так далее. Есть у Вас там поместье? Поместье? Поместье у меня как такого нет. Сразу хочу сказать, кто тот, кто задает этот вопрос. Есть деревня, в которой я родился и вырос. Там у меня сегодня родительский дом. Там, как говорится, подворье моей дочери, которое сегодня разрешено законом. И в данном подворье, в общем-то, дочка у меня имеет определенный, так сказать, скот. И ведет вот это дело. Она фермера, простите? Она не фермера. Это есть... Для личной? Личная. Личная. Личная, но особенная хозяйка. Безусловно, да. Поэтому все, так сказать, считают, что откуда я деньги взял, но я же был депутатом Государственной Думы. Вот, все те... Ту зарплату министерскую, которую, в общем-то, получал часть денег, половину, все наши депутаты Государственной Думы сдавали, так сказать, в партию, то есть, так называемый парт-максимум. А вот те оставшиеся половины заработной платы, она, так сказать, я ее направлял именно на то, чтобы моя деревня сегодня не умерла. Потому что на территории Кировской области практически уже название деревни перестает быть, существовать, то есть, она отсутствует. Тем не менее, этой деревне 500 лет, и, как говорится, я считаю, что это очень правильно. И, как говорится, ее не спишут, пока, как говорится, есть вот такое направление. Кстати, можно по поводу зарплаты поинтересоваться? Вот вчера, накануне, вечером была программа ЕТИМ, московские наши коллеги, да, у них был в гостях самый молодой депутат Госдумы, ЛДПР Василий, сейчас не припомню фамилию, он сказал, что зарплата рядового депутата Госдумы, то есть, не руководителя фракции, каких-то комитетов, со всеми налоговыми вычетами составляет 200 с чем-то тысяч рублей. Это верная информация? Нет, немного побольше. Побольше всего? Да, чуть-чуть побольше, но со всеми налогами и вычетами. Ну, до 300? Да, да, да. Хорошо. Но, вы знаете, хочу напомнить всем на радиослушателе, мы вам, Владимир, что депутат Государственной Думы, он приравнен, в общем-то, к статусу федерального министра, и заработная плата, если она повышается у федерального министра, значит, автоматически повышается у депутата Государственного Думы, у члена Совета Федерации. На, собственно, на уровне региона, собственно, примерно та же схема, да? Да, да, да. Зарплата председателя, председателя комитетов. Да, там от губернаторской зарплаты зависит, и в основном, так сказать, сетка идет по заработной плате именно от высшего должностного лица. Еще пару вопросов. От Валерия, надо нам небольшую паузу успеть. Есть ли у вас предвыборная программа как кандидата в губернаторы, и будет ли она опубликована? Безусловно, программа есть, и будет она опубликована, и, как говорится, будем стараться доводить ее до каждого нашего избирателя на территории нашего любимого региона Кировской области. Вот, Валерий, какой интерес у него все материальный. Если будут платные программы в СМИ, где будете брать деньги, вот интересно. А платные программы всегда есть на всех, так сказать, выборных кампаниях, они присутствуют, где мы будем брать деньги. Естественно, только, так сказать, те средства, которые... Ну, парк есть, фонд. ...центральный комитет, будет образован фонд, и, естественно, так сказать, будут и пожертвования граждан и так далее в этом направлении. Сколько их будет на те средства, и будем, так сказать, вести выборную кампанию, пока я не могу ответить на этот вопрос, и сколько мы, так сказать, будем располагать. Но смеюсь заверить нашим, так сказать, радиослушателям о том, что у нас не будет огромных денег, как, так сказать, другой политической партии, с которой мы уже на протяжении нескольких лет соперничаем, это «Единая Россия». Сергей Мамаев, это его особое мнение. Небольшая пауза скоро продолжена. Продолжается особое мнение Сергея Мамаева, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в нашем региональном парламенте и выдвинутый вот в партии кандидат на выборы губернатора Кировской области, партия имея в виду коммунистической. Сергей Павлович, сегодня появилась информация о том, что юрист Долгих, который был зарегистрирован на выборы как самовыдвиженец, снял свою кандидатуру, хотя информация о нем еще присутствует на сайте избиркома, снял свою кандидатуру в вашу пользу. Что это значит? Поясните, пожалуйста. Ну, я только могу поблагодарить сегодня Антона Витальевича за такой смелый поступок в отношении, так сказать, моей скромной кандидатуры. Вот. И в то же время он аргументирует, я читал эту информацию, в общем-то, на его блоге, и уже сейчас в большинстве средств массовой информации, особенно в электронном, то есть в интернете, она присутствует. Я согласен с ним с тем, что основной порог, который, в общем-то, не дает для регистрации тому или иному кандидата, это муниципальный фильтр. Вот. Поэтому, тем более, за ним не стоит политическая структура, за ним, так сказать, он самовыдвиженец, поэтому это его решение, с моей точки зрения, так сказать, надо отдать, как говорят, народе ему должно, вот именно за этот поступок, который, в общем-то... Ну, интернет уже наполнился комментариями и вопросами о том, что, а что же взамен получит Антон Витальевич? Сергей Павлиныч, да. Вот задают прям люди вопрос, а что взамен, наверняка, что бы пообещал? Владимир, я вам прямо говорю, что мы с ним не общались по этому вопросу, вот, и я только эту информацию сегодня почерпнул из средств массовой информации. Поэтому и с учетом той аргументации его, я бы так сказал, как говорится, причин выхода я полностью с ними согласен, то есть снятие своей кандидатуры с гонки по выборам губернатора Кировского. То есть вы уверяете у нас, что никаких предварительных договоренностей не было? Нет. Нет, но вы можете у него спросить. Хорошо, следуем дальше. Итак, вопросы, которые я подготовил, есть, кстати, еще вопросы на сайте, я чуть позже ее озвучу. Я хочу, чтобы вы прокомментировали ситуацию, связанную с Сергеем Дородиным, с партией «Справедливая Россия». Не так давно в нашем эфире он заявил о том, что «Справедливая Россия» на предстоящих губернаторских выборах своего кандидата выставлять не будет. По большому счету Сергей Александрович не видит смысла, все предрешено, по его мнению, победит представитель «Единой России», это, как известно, временно исполняющие обязанности губернатора Кировской области. И он сказал о том, что на сегодняшний день только единый кандидат мог бы составить конкуренцию существующему представителю партии «Власти». Вот такие заявления. Я, конечно, вспоминаю ваши отношения с Сергеем Александровичем, такие нежные, когда вы обменивались репликами. Сергей Александрович, репликами мы обмениваем, но то была причина. Я, конечно, очень сожалею, что «Справедливая Россия» сегодня не будет участвовать в выборах, и Сергей Александрович и его заявления сегодня. И сожалею о том, что фактически с учетом вот таких заявлений «Справедливая Россия», как говорится, с моей точки зрения, начинает разваливаться. А то, что вы говорите про Сергея Александровича лично, то я к нему всегда относился и отношусь уважительно, как к человеку, но вот как к политике у меня были вопросы. Сейчас эти вопросы сняты, и я думаю, что, так сказать, тем не менее, какие вопросы? В 2014 году, когда была кампания по выборам губернатора Кировской области, и я также принимал участие с Никитой Белых, партия поддержала Никиту Юрьевича. Поэтому, а до этого предшествовали переговоры... Какие Россия вы имеете в виду поддержали? «Справедливая Россия», да. А, «Справедливая Россия». «Справедливая Россия». Подождите, там же был кандидат Тарнавский. Кандидат Тарнавский не прошел регистрацию. А, да, он не прошел муниципальный фильтр. Да, и тем не менее, Сергей Александрович тогда поддержал не Тарнаска, а поддержал, так сказать, Никиту Юрьевича. Где находится сегодня Никита Юрьевич, мы все с вами знаем. Хотя у меня предшествовал очень долгий разговор с мной, уважаемым Сергеем Александровичем, по данному вопросу. Он мне категорически сказал, что участвовать партия не будет в этих выборах, но не может партия вообще не участвовать. Лично, безусловно. Это недавно? На днях? Нет, это в 2014 году, тогда перед выборами. Поэтому я сегодня еще раз хочу сказать, что я сожалею, что это все так произошло. Я считаю, что Сергею Александровичу, как говорится, надо подумать по этому вопросу. И, в принципе, он прав, что нужен сегодня кандидат, консолидированный от оппозиции. Поэтому я не думаю, что Сергей Александрович, так сказать, принят, в общем-то, такое решение, которое бы не было, так сказать, взвешенным и правильным. Потому что я знаю его, он человек, достаточно, так сказать, взвешенный, как политик и как человек. Но, тем не менее, что в марте вы слышали заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который мою кандидатуру поддержал в прямом эфире. Это в марте было на телевидении «Россия-24» и «Россия-1». И, тем не менее, он не опроверг такого, так сказать, намерения. Переговоры у нас с другими партиями идут, продолжаются, так сказать. И есть определенные достигнутые соглашения, которые пока я не имею возможности озвучить. Сергей Павлович, я не ошибаюсь, вы сейчас сказали, что все-таки союз мог бы состояться. Я не ошибаюсь, я думаю, что... Некий единый кабинет. Да, я думаю, что, так сказать, в этом вопросе мы будем, в общем-то, будем находить точки соприкосновения, которые бы нам были сегодня полезны не только нам, а в первую очередь для жителей Кировской области. Подождите, простите, пожалуйста. У меня, честно, некий диссонанс все-таки. Вот я читаю заметку, которая выходила в марте 2016 года. Вот что вы сказали. На вопрос же о том, возможно ли на ближайших выборах союз между «Справедливой Россией» и КПРФ имеется в виду выборы 2016 года в Государственную Думу. Так, подождите. В общем, вы заявляли о том, что никакие союзы невозможны. Было такое дело? Нет, на тот момент... На тот момент, да. На тот момент, да. Вопросов нет. Почему? Потому что... Выборы другого уровня. А? Выборы другого уровня были? Были выборы в Государственной Думе, и, как говорится, почему? Потому что мы в одном округе оказались Сергеем Александровичем, и как мы можем... А, соперник, соперник были, да. Безусловно. Поэтому тогда такое было заявление. А сейчас... А сейчас, да, с учетом заявления Сергея Александровича, я не, как говорится, не опровергаю того, что мы можем, так сказать, найти точки соприкосновения по этому вопросу. Ну, на тот должна быть воля, естественно, так сказать, и моя, и Сергея Александровича. Но, возможно, вы изъявите желание? Ну, я думаю, что да. Встретиться с ним в ближайшее время? Возможно такое? Невозможно? А почему невозвратно? Я считаю, что все возможное в этой жизни, невозможного не должно быть. Именно, так сказать, тогда, когда область находится в таком состоянии, которое, в общем-то, уже, по сути дела, называется точкой невозврата. Угу. И еще один вопрос, связанный со «Справедливой Россией», депутат Гордумы Алексей Кузьмин, депутат от этой партии, заявил, что никто из кандидатов на предстоящих губернаторских выборах в нашем регионе не доберется до планки 50%. Велика вероятность второго тура. Поэтому, и ранее об этом же говорил еще один кандидат, зарегистрированный Кирилл Черкасов от ЛДПР. Ну, я с данными товарищами согласен. Почему? Потому что цифры, это вещь упрямая, они сами говорят за себя. Если сегодня рейтинг, временно исполняющий обязанности губернатора, порядка 6%. Это чьи данные? Это данные. Откуда? Откуда. Данные сегодня на территории Кировской области. Нет, кто изучал этот вопрос? Кто изучал, есть соответствующие службы. Вот эти данные, так сказать, этих служб, они у них имеются. Но они сегодня не для широкого формата, с учетом той ситуации, которая сегодня есть в отношении, так сказать, временно исполняющего обязанности. Так, продолжаем. Это первый момент. Второй, я уже вам сказал о том, что сегодня рейтинг временно исполняющего обязанности губернатора имеет вот такую цифру. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, будет использован административный ресурс, но с учетом его годового, я бы так сказал, режима работы, в котором он год уже отработал на территории нашей области. 28 июля был год. Да. И с учетом того, что позитивных моментов я не могу сегодня обозначить. И, естественно, это не могут обозначить простые наши граждане. Поэтому эта тенденция может быть. То есть второй тур, вы об этом говорите, да, что он может быть? Безусловно, да. Безусловно, я не отрицаю второго тура, он может быть. Но это же удорожает. Выборы дополнительные деньги из бюджета. Ну, это не дополнительно, я бы так сказал. На протяжении 10 дней второй тур, так сказать, по сути дела, те же самые люди и те же самые деньги. Там небольшие деньги, которые, в общем-то, могут быть израсходованы на второй тур. Но я не исключаю такой возможности на сегодня, что второй тур... А второй тур между Ким и Кимом? А это уже как время покажет. Как избиратель, как избиратель. Да, как избиратель решит. Ну, вам бы хотелось поучаствовать, да? Если бы он состоялся. Ну, если такая возможность представится, я только буду рад. Я буду рад и буду, так сказать, всегда благодарить тех избирателей, которые, в общем-то, как говорится, выполнят вот так вот. До рекламы еще успеваю задать вопрос от нашей слушательницы, вопрос нашего сайта, Елены Целищевой, она представилась. Она очень хвалит сайт регионального отделения КПРФ за его информативность, работает профессионально, и она задает вопрос. Это результат работы неких политтехнологов, сайт наполнен информацией? Или вы все своими силами, своими? У нас партия самодостаточная, и мы справляемся своими силами. Люди, которые в нашей партии есть, работают, так сказать, помогают, они достаточно талантливые и профессиональные. Поэтому сегодня сайт, мне очень приятно, когда вот Елена так, в общем-то, озвучила и дала оценку нашему сайту, так как с нашего сайта сегодня мы, я смотрю это в режиме, как говорится, регулярного времени. Поэтому наш сайт сегодня, он стал очень интересным, и, по сути дела, все медиапространство, я имею в виду интернет, в основном берут новости с нашего сайта. А вот еще Елена, да, указывает на сходство сайта КПРФ на 43 и сайта Градского наблюдателя, красного, как мы сейчас его называем, да? Да, в народе так называют. Или неинтересно, это что, один и тот же человек ваяет сайты? Нет, не один и тот же человек, я даже не знаю, кто хозяин этого сайта, и не знаю. Что они просто берут вашу информацию? Не понял. Или вы имеете в виду то, о чем вы чуть раньше сказали? Нет, я вот сейчас, да, что я вам сказал, я, так сказать, повторяться не хочу, так и есть. А то, что красный сайт берет, красный наблюдатель, как в народе его называют, то я благодарен и хозяину этого сайта, и тем людям, которые сегодня, в общем-то, активно подхватывают наши новости, и не только наши новости, а новости на территории Кировской области, именно с нашего сайта, и им огромное спасибо за это. Сейчас у нас традиционная реклама, мы скоро продолжим. Продолжается особое мнение Сергея Мамаева, лидера кировских коммунистов, выдвинутого от КПРФ кандидата на выборы, губернатора Кировской области, как сказал ранее Сергей Павлиныч, до 26 июля собирается, нужно пройти, вернее, муниципальный фильтр, и вы сказали, что испытываете определенные сложности, но надеетесь на то, что соберете необходимое количество голосов. Сейчас хочу коснуться темы медицины, я знаю, КПРФ следит пристально за ситуацией в этой сфере. Вот на прошлой неделе у нас побывала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, она дала положительную оценку в целом в данной сфере, я получила, дальше цитирую, я получила моральное удовлетворение от визита, поговорила с руководством области, с руководством лечебных учреждений, врачами, медсестрами, пациентами, и все это, она, говорит, заслуга действующей команды, в РИО его команда. Для нее все хорошо, у вас иной взгляд? Я не могу согласиться, естественно, у меня другой взгляд, я не могу сегодня согласиться той оценкой, которую, в общем-то, госпожа Яковлев дала по нашему здравоохранению. Я много говорил, как говорится, и в средствах массовой информации это отмечал, сегодня до белого халата на территории Кировской области порядка 80-100 километров. С учетом того, что сегодня скорая помощь еще при Никите Белых перешла на аутсерсинг, она продолжает быть на аутсерсинге. Подождите, нам же заявлено о том, что все это было. Нет, она продолжает быть, и это я, как вам, ответственно заявляю. С учетом того, что сегодня транспорт на скорой помощи, тот, который есть в районах, он уже, извините за такое выражение, старше бульоновского коня, который не может, так сказать, быть уверенным водитель, который везет того или иного больного. Есть факты, которые, в общем-то, которые мы располагаем, что не довозили людей, они прямо помирали, так сказать. Это буквально свежие факты. Да, в районах ЦРБ у нас не закупаются новые скорые помощи? Я не могу сегодня вам, так сказать, сказать, что у нас вот они, весь парк скорой помощи сегодня идеальный. Почему? Потому что, ну, закупаются, но во многих районах сегодня нет надлежащего, так сказать, транспорта именно по скорой помощи. И с учетом того, что еще на аутсерсинге. Это определенные проблемы, которые сегодня для населения присутствуют, не только присутствуют, они просто кричат сегодня. Его надо отменять, надо сегодня решать вопросы в другом направлении. Я думаю, что этот момент, он, как говорится, очень важный для наших избирателей, в первую очередь. Поэтому дорожат сегодня обслуживание медицинское, сегодня очереди практически во всех поликлиниках. Давайте вот мы выйдем, сейчас в любую поликлинику зайдем, и там будет много очень людей, которые, в общем-то, уже не первый день стоят в очереди для того, чтобы, в общем-то, получить помощь от тех людей, которые выполняют эти обязанности. Поэтому я не могу еще раз подчеркивать с этим согласиться, хотя финансирование сегодня, я бы сказал, что имеет место быть неплохое, с учетом того кризиса и с учетом той ситуации, которая, в общем-то, по бюджету в Кировской области имеет место быть. Ну а как же вот эти проекты, о которых говорит областное правительство? Бережливая поликлиника, отделение новых, открытие новых отделений, гемодиализа, большие материалы, посвященные этим событиям. Закупки, я цифры вам не буду сейчас называть, на закупки, как раз это будет у нас, войдет в новую книгу, часть вторую, книги по коррупции в Кировской области. В общем-то, там есть моменты, которые говорят сами за себя, по тому же гемодиализа, закупки оборудования, они превышают, в общем-то, те закупки, которые имеют место быть по нашей Российской Федерации. То есть они выше... Средние цифры, да? Да, безусловно. Превышают. Вот, поэтому данные, вопросы, они сегодня неуместны в том плане, что вот Яковлева зашла в больничку, посмотрела, где все хорошо, где, так сказать, сестры и врачи вроде бы лояльно, так сказать, и охарактеризовали сегодняшнее положение. Может быть, в этой больнице и действительно все хорошо, но на территории Кировской области я не могу сегодня поставить хорошую, тем более хорошую, как она сказала, оценку, именно здравоохранению Кировской области в целом. Я уже назвал и причины, и, как говорится, те моменты, которые сегодня есть. Предвыборной программе КПРФ будет отдельный раздел, посвященный КПРФ и здравоохранению? Безусловно, будет такой раздел, который, в общем-то, он медицина для всех, мы его назвали этот раздел, и с учетом опыта, я бы так сказал, и советского периода, и с учетом сегодня опыта других регионов, положительного я имею в виду, вот эти моменты взяты на вооружение в нашей программе, которые будут доведены до широкой общественности, и для всего, так сказать, медицинского сообщества, которое сегодня именно работает в этом направлении. Ну, замминистра здравоохранения Российской Федерации, госпожа Яковлева, это не единственная федеральная чиновница, которая посещала в этом году наш город, и еще будут они посещать. Вот Савероника Скларцова приезжала непосредственно на здравоохранение зимой, был премьер Медведев, тут на днях был заместитель министра природных ресурсов и экологии, а в конце июля, примерно через месяц, анонсирована возможная визит президента Путина. С чем это связано? Ну, это, с моей точки зрения, и, наверное, и рядовых избирателей, это понятно всем, что это предвыборная программа, по сути дела, одного из кандидатов, временно исполняющего обязанности Васильева. Поэтому тут я не удивляюсь этим приездом, и если бы эти посещения были глубоко полезны для территории нашего региона в целом, то бы я это понимал. Ну, что она приехала, сделала, так сказать. Я Яковлев знаю по работе в Государственной Думе. Она была депутатом? Она была депутатом. Ее привели сам министра тогда, когда Скларцова утверждали, в общем-то, министром здравоохранения. Какое лицо-то у вас? Да, да, да. Это же депутат Государственной Думы. Ну, я не могу сегодня, если писал и обращался, запросы какие-то писал, они были всегда, с моей точки зрения, как говорится, пространными, и конкретных ответов в отношении здравоохранения я от госпожи Яковлевой не наблюдал в тех запросах, которые, будучи депутатом Государственной Думы, направлял по кричащим ситуациям в Кировской области. Сергей Павлович, это правда, что оппозиция готовится к возможному приезду Путина, и некие требования формируют уже к нему. Я же не знаю, каким образом удастся... Ну, я надеюсь, что по приезду Путина мы издадим книгу, так сказать, «Коррупция в Кировской области», в общем-то, часть вторую, да, и я думаю, что мы, так сказать, найдем возможность передать эту книгу уже в отношении действующей, так сказать, ну, можно, если назвать, команды варягов, которые сегодня работают на нашей с вами территории, то есть в нашей Кировской области. То есть компромат, в простом смысле они? Ну, компромат, да, но это не только компромат, это вот те управленческие, так сказать, моменты, которые сегодня, по сути дела, их нет. Вот с моей точки зрения, почему? Потому что, ну, проблемные вопросы на территории Кировской области, они не решаются. Если господин Васильев ездит, то он не встречается с населением, с простыми гражданами, а он встречается, так сказать, с теми людьми, которые работают в администрации, которые также, те люди, которые могут задать вопрос, если даже и проходят такие люди на встрече, задают вопрос, это пример Иранского района, и не только Иранско-Орловского района и так далее, по многим районам, да во всех практически районах. Поэтому он не ориентироваться в сегодняшней ситуации, с моей точки зрения, хотя год уже на посту исполняющего обязанности губернатора, поэтому многие вопросы и проблемные вещи, они должны быть конкретно, так сказать, у данного руководителя оценены, в первую очередь, и в вторую очередь приняты соответствующие управленческие решения. Такого нет. Кстати, могу привести яркий такой пример, догонку, как, например, сегодня мой советский район, любимый, как говорится, когда принимал ФОК, господин Васильев, и резал ленточку, ведь никто его не предупредил о том, что данный ФОК нельзя принимать. А сегодня уголовное дело там возбудили по данным. Которые миллионы, да? Ну, там пока не... Непонятно, куда исчезли, по вашим данным? С моей точки зрения, и по тем данным, которые я располагаю, порядка 30 миллионов исчезло. Подождите, ФОК, он целиком, по-моему, 60 стоит. Нет, целиком он стоит порядка 70 с лишним миллионов рублей. То есть 30, практически половина из них? Да. Ну, посмотрите, там еще каркасное сооружение, там больших, так сказать, затрат нет. И тем не менее, фундамент тот, что надо сегодня проводить, так сказать, обследование полностью. Это объекта, который, по сути дела, построен, я бы так сказал, на куриных ножках стоит, как избушка. Помните той сказки про Бабу-Ягу? Кстати, исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев, как пишет коммерсант, попал в топ-10 глав регионов по количеству машин, которыми он официально владеет, и по количеству земли в собственности. Земли 43 сотки, по данным коммерсанта, а машин 3. А там побольше у него земельки. Супруга у него десятая в списке самых богатых живом глав регионов. Ну вот почему бы не порадоваться за них? Нет, ну, это, как говорится, вы правы, почему бы не порадоваться? Молодцы, работают неплохо, зарабатывают, так сказать. Да, и получают. Но дело в том, что сегодня, по нашим данным, если взять супругу, 15-14 год, то у нее, в принципе, доход был, вернее, в 14-м году 500 тысяч, а в 15-м году, как говорится, 700 тысяч, а в 16-м, безусловно. Это открытые данные, да? То есть это, видимо, по линии Росреестра, да, публиковались? Безусловно, так сказать. Ну, он же был государственным служащим всегда, так сказать. Отчитывался, обязанного. Отчитывался. А сегодня у жены задекларировано 17 миллионов. Ну, может, в 20 раз. Возрос доход, как говорится, семьи Василия. Но я только за него могу порадоваться. Но в то же время есть моменты, которые мы озвучим именно вот в той книге, которую, так сказать, я сегодня, так сказать, работаю. Только в книге или публично какая-то презентация состоится? Или публично озвучим, но если это будет необходимость для этого. Но в книге 100% будет. Где книжку можно будет найти? Для заинтересованных. Мой телефон, знаете. Непосредственно к нам прощаться. Коммунист. Хорошо. Да. Правительство, кстати, анонсировало новое направление работы. Правительство Кировской области, наши чиновники, собирается систематически отчитываться о своей работе. На сайте областного правительства запускается еженедельная рубрика. Профильные зампреды и министры будут рассказывать о результатах своей работы, рассказывать о планах. Можно будет предложение туда отправить. Будучи на месте временной исполняющего обязанности, вы бы согласились на такое пойти? Вы бы организовали? Отчитываетесь еженедельно? Безусловно. Или это под выборы все? Это под выборы, с моей точки зрения. Во-первых. Во-вторых, отчитываться надо каждому чиновнику за тот круг обязанностей, который, в общем-то, он сегодня наделен. Но отчитываться надо не в интернете. В интернете тоже надо констатировать тот или иной вопрос, который, в общем-то, для большинства населения понятен. А так надо встречаться и отчитываться перед населением. Это их непрямая обязанность. И это, во-первых. Во-вторых, сегодня в управлении должно присутствовать, как говорится, мы говорим, четвертая власть. Что такое четвертая власть? Это средства массовой информации, правильно? А сегодня средства массовой информации, по сути дела, ангажированы под ту команду, которая, в общем-то, сегодня есть. И я считаю, это неправильно. Я считаю, как должна работать третья власть и исполнительная власть по законодательству и вообще по жизни. То есть критика должна быть конструктивной. Даже если она не конструктивна в средствах массовой информации, достаточно сегодня людей, которые там целое министерство по внутренней политике отслеживать, делайте, так сказать, заключение. И направляйте для принятия решения, а не делайте тот фильтр, так называемый, который сегодня есть по средствам массовой информации, особенно принадлежащим правительству Кировской области, я бы так сказал. Это районные газеты и так далее. Сегодня районные газеты только пишут реляции в отношении временно исполняющей обязанности, что все у нас так хорошо и замечательно. А когда встречаются с теми же журналистами, главными редакторами, они говорят обратно, нам просто запрещено, то есть санзура неимоверная. Я считаю это очень неправильным, это очень тенденциозное отношение, оно не идет в пользу той структуры, которая называется сегодня исполнительной властью. Вот в случае моего избрания, я уже вам сказал, как говорится, вот мои намерения, как вести, так сказать, себя и как должна быть сегодня по всем законам и канонам работа четвертая власть, которая, в принципе, она и узаконена, и в то же время, так сказать, озвучена. Поэтому, а у нас получается на деле все наоборот. На этом время нашей беседы истекает. Сергей Павлинович, без 15.2, нам пора прощаться. Спасибо, Сергей Мамаев, выдвинутый кандидат от КПРФ на выбор губернатора Кировской области, первый секретарь Кировского окома КПРФ. До новых встреч. Спасибо вам. Всего самого доброго.